Журнал Фома представляет Как на храм пожертвовали хлам Автор Дениса Халашвили Один мой друг-священник, у которого уже внуки в храме деду-настоятелю в алтаре помогают, рассказал мне историю. В прошлом профессиональный строитель, в своей епархии он возвел больше 15 храмов. И вот как-то раз достраивал он очередную церковь. Там уже шла внутренняя отделка, и нужно было купить три новых уличных двери. И вдруг, как это нередко бывает, все деньги у батюшки закончились. Он помолился Богородице и поехал к одному знакомому бизнесмену, у которого была фирма, торгующая дверями. Тот сказал, что строить храм — это дело Божье, и он обязательно поможет. На всякий случай опытный в таких делах батюшка уточнил, что двери нужны не какие-нибудь, а уличные, потому как зимой у них морозы нешучные. Через какое-то время двери действительно привезли прямо на стройплощадку возле храма. Но когда коробки распечатали, оказалось, что они были самого отвратительного качества. Как сказал батюшка, буквально из бумаги — пальцем проткнуть можно. Когда одна случайно упала на землю, то от удара помялась. Естественно, никуда их ставить не стали. Купили другие. Я слушал, качал головой, негодовал, спрашиваю, надеюсь, вы вернули их этому человеку, который живет по принципу «бери Божье, что мне негоже». Священник рассмеялся. Я, говорит, так и хотел поначалу поступить. А потом вспомнил историю из потеряка про скупого богача, который шел по рынку, нагруженный покупками. За ним увязался нищий и стал громко просить, чтобы тот что-нибудь ему дал. Но богач делал вид, что не слышит. А когда ему стало не в моготу слушать по прошейку, богач развернулся и кинул в него хлебом. Он не собирался его кормить. У него просто были заняты руки. И вместо камня богач кинул в нищего хлеб. Спустя какое-то время богач заболел и в беспамятстве увидел, как демон и ангел судились за его душу. Брошенный в нищего хлеб казался единственным добрым делом, которое он совершил. Но когда ангел положил этот хлеб на весы, он перевесил все злые дела богача. Когда тот пришел в себя, увиденное так его поразило, что он после этого переменился, стал помогать бедным и умер в мире с богом и людьми. Я подумал, кто я такой, чтобы этого человека судить? Может быть, эти худые двери, пожертвованные на храм для него, самое доброе, что он в своей жизни сделал? Бог ему судья. Я ему позвонил и поблагодарил. Хотя он прекрасно понимал, что подсунул нам хлам. А спустя какое-то время он пришел к нам в храм, чтобы крестить своего внука. Сейчас их семья ходит к нам на все праздники, молится. Случается, и людям помогают. Такая вот история. Субтитры создавал DimaTorzok